Синхронное плавание Синхронное плавание водный вид спорта связаны с выполнением в воде различных фигур под музыку. В идеале синхронное плавание должно сочетать в себе красоту формы и содержания. Спортсменки путем упорных тренировок пытаются добиться совершенства и синхронности грациозных движений. Утром тренировка где-то 3-4 часа, потом зал, потом вечерняя тренировка. Так все, наверное, спортсмены профессиональные тренируются. УФП, ну то есть это нагрузка тоже на все мышцы. Также у нас идут растяжки, то есть включаем в зал, у нас хореография есть, чтобы развивать все группы мышц. Также, естественно, мы плаваем и на скорость, и на технику. Естественно, только потом приступаем к программам произвольным. Какие мышцы задействованы, когда вы в воде? Ну, конечно, это безусловно руки, спина, но когда мы делаем программу, там все возможные мышцы сработаны. Получается, что вы еще и учитесь как-то параллельно? Ну, стараемся, конечно. В основном все экстерном сдают экзамены, дома учатся, на сборы берем учебники. Как мы говорим, это марафон. Марафон, потому что сразу нельзя понять, хороший спортсмен или плохой. То есть они начинают с раннего-сраннего детства, где-то с 5-6 лет, и где-то только к 20-22 они входят в ту стадию, когда можно уже что-то сказать, хороший спортсмен или плохой спортсмен. Потому что до этого периода времени очень сложно. И где-то вот уже в 22, 23, 24 уже как бы они достигают такого уровня, уровня сборной страны. КОНЕЦ Девушка, которая занимается синхронным плаванием, какими качествами она должна обладать? Обаятельная, красивая и в то же время внутри должен быть настоящий паренц. Весьма специфическое, но жизненно важное техническое оборудование позволяет спортсменкам поддерживать эту иллюзию легкости. Хотя порой очень сложно контролировать свои движения и дыхание, находясь под водой вверх ногами в течение нескольких минут. Зажимы на носу оберегают синхронисток от попадания воды в легкие, что позволяет им находиться под водой очень длительное время. Желатин сохраняет прическу девушек, да и косметика имеет свои особенности, не смываясь в воде ни при каких условиях. Очень большую роль играют подводные динамики. Именно они позволяют спортсменкам четко слышать музыку, в то время, когда они находятся под водой, что в значительной мере помогает им достичь максимальной синхронности в движениях. У нас там подводный динамик, и то, что вам слышно, то и нам. Ну, а я вот слышала, что на тренировках, видела, вернее, стучат ложками вам. Ложками? Нет, чтобы под водой был нам слышно, мы все считаем счет, и, конечно, чтобы он у нас всех был одновременно, считает тренер. Вот вообще, как часто вы тренируетесь? Ну, если в неделю считать, то шесть раз в неделю, а в день по две тренировки. А я слышала, что перед тренировкой вообще ничего есть нельзя, это правда? Нет, наоборот, если не поешь, сил не будет, и, соответственно, будет очень тяжело работать. А что вы кушаете? Ну, смотря что хотим, в принципе, завтрак и обед, это, как говорится, обязательно, а на ужин можно уже чуть-чуть что-то не съесть. Ну, а чаще всего это белок или, наоборот, углеводы какие-то? Нет, конечно, белок, сок, мясо, это, в принципе, обязательно. Витамины, фрукты обязательно просто. Пить очень много надо спортсменам. Конечно, мы там стараемся не есть булки, не есть много сладкого, безусловно, там, какие-то вот такие вещи, но это общепризнанное, да, а вообще такие нагрузки, что девочки едят практически все. Какой рацион должен быть у человека, который занимается спортом, тем более профессионально? Ну, наверное, на данный момент в возрасте девчонок, которые сейчас выступают, в принципе, это не особо важно, но с годами, конечно, надо приходить к тому, что правильное питание – это залог долговечности и успеха любого спортсмена. Ну, в принципе, чем раньше ты к этому придешь, тем лучше. Я люблю синхронное плавание с той точки зрения, что мы страна, которая самая лучшая в этом виде спорта, и я надеюсь, что мы это преимущество не отдадим, поэтому мне, как бы, очень нравится, когда это делается красиво, грамотно и очень четко. И так, милые дамы, для того, чтобы иметь красивую фигуру, стройные ноги, подтянутые ягодицы и осенную талию, занимайтесь синхронным плаванием и будьте здоровы!